Ушедший понедельник принес неприятный сюрприз для сотрудников Эрмитажа. Утром, придя на работу, они обнаружили пропажу двух бронзовых орлов с оградой Александрийского столпа. Ну, теперь для ее защиты руководство музея готовит современную антивандальную систему. А, кстати, в ближайшем будущем в Эрмитаже появится и масса других современных технических устройств. Все подробности у Александра Чиженка. Строительная каска становится для директора Эрмитажа почти такой же привычной деталью гардероба, как и его знаменитый шарф. В восточном крыле здания главного штаба, замыкающего пространство дворцовой площади, заканчивается первый этап реконструкции. Здание, построенное Карлом Росси в начале 19 века для размещения министерств и военного ведомства, а теперь переданное Эрмитажу, должно стать музейным пространством, насыщенным новейшими достижениями века 21-го. Авторам проекта удалось почти невозможное. Совместить бережное отношение к творению великого зодчего с задачей увеличения выставочных площадей, на которых комфортно и свободно смогут передвигаться большие потоки зрителей. Анфилада бывших хозяйственных дворов, превращенных в светлые атриумы, словно втягивает посетителя в атмосферу крупнейшего художественного музея. Рассмотреть в деталях живописные полотна помогут световые фонари, повторяющие замысел Росси, но в гораздо большем масштабе. Многие решения приходилось искать уже в ходе работы. Все очень сложно идет. Здание преподносит нам и будет преподносить сюрпризы. Как только мы начинаем что-то делать, мы обнаруживаем то, что не ожидали увидеть. И это меняет на ходу весь проект. В новых музейных залах еще пахнет краской, за стен доносятся шум строительной техники, но уже понятно, какие здесь разместятся экспозиции. Первые посетители смогут увидеть их в декабре, в день рождения Эрмитажа. На четвертом этаже определено место для галереи Щукина и Морозова. Ниже французская живопись 19 века, скульптуры Родена, музея Фаберже. В инфиладах, которые по проекту должны протянуться на всю длину здания, пока будут временные выставки, но связанные знаковыми точками притяжения с основной экспозицией. Мы разместим некоторые ключевые картины 19-20 века, типа композиция номер 6 Кандинского, черный квадрат Малевича, вот такие знаки того, что здесь главное будет. Но на первое место директор музея ставит сохранность шедевров. Стройка еще не завершена окончательно, и наши климатологи будут все проверять, и тогда, когда они скажут, что можно въезжать, тогда сначала въедет то, чем ничего не страшно, типа современного искусства, а потом все другое. Тем временем строители готовят фронт работ во второй очереди. Полностью музей 21 века, как уже называют реконструированный главный штаб, будет готов к 250-летию Эрмитажа в 2014 году. Александр Чижинок, Александр Плешкин, Северо-Западное бюро ТВ-центра, Санкт-Петербург.